Итак, давайте рассмотрим еще один пример частого использования. Это получение дополнительных данных для отображения в шаблоне. Давайте, например, будем отображать автора новости. Автор — это пользователь один из Bittrex. Давайте перейдем в настройки информационного блока новости и создадим дополнительные свойства привязки к пользователю. Тип привязка к пользователю. Не забываем также про символный код. Сохраним. Теперь перейдем непосредственно к элементам инфоблока и привяжем для этой новости текущего пользователя. Выведем автора на детальной странице новости. Для этого давайте перейдем в шаблон. NewsDetail. И создадим здесь файл ResultModifier. Сделаем дамп. ArrResult. И посмотрим, какие поля у нас есть. Итак, мы не видим здесь поле автора. Давайте перейдем в настройки компонента. Так, это настройки детального просмотра. И выберем здесь свойства автора. Сохраним. Видим, появился массив properties с ключом автор. И value. Давайте будем использовать здесь метод getById. Давайте, соответственно, посмотрим в документации пример его использования. Видим, что использование его очень просто. Скопируем. И возьмем из ArrResult ID привязанного пользователя. Свойство у нас называется автор. Давайте сделаем дамп. массива массива и посмотрим. Итак, у нас появился массив параметров пользователя с ID1. Теперь мы можем использовать имя пользователя. давайте его запишем в свойства массива ArrResult в параметр. Например, создадим дополнительное поле автор. И передадим туда массив параметров. Теперь переходим в шаблон. И выведем здесь под детальным текстом автора. Предварительно сделаем проверку. Выведем имя автора. Сохраним и посмотрим, что получилось. Мы видим детальное описание новости и соответствующего автора. Ампарти. 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 Тут у нас все сколько границ.